Возвращаемся к итогам. Возвращаемся к итогам. Возвращаемся к итогам. И ведь действительно, на этой неделе до четверга был продлен режим НМУ неблагоприятных метеоусловий. Горожения, в частности жители советского района, оказались окутаны серым туманом. Таким образом, весь январь режим НМУ не прекращался, а один раз даже ужесточался до второй степени опасности. Почему ситуация не меняется и куда смотрят природоохранные прокуратуры и Росприроднадзор, выяснял Александр Дьяков. Эти люди в белых халатах единственные в Красноярске, кто точно знает, каким воздухом они дышат. Каждый день лаборатория по мониторингу за загрязнением окружающей среды Среднесибирского УГМС замеряет состав красноярского воздуха на предмет загрязнений. Пробники свозятся сюда с постов наблюдения, рассредоточенных по всем районам, и загружаются в специальные хроматографы. В этом приборе происходит извлечение пробы. Затем пробы переходят в хроматограф, и здесь уже происходит ее анализ. Никаких экстремальных превышений оксидов азота, серы, углерода, бензопирена и фенола в эти дни не обнаружено. Они, в общем-то, всегда присутствуют в воздухе нашего промышленного города и часто превышают предельно допустимую концентрацию, но именно экстремальных объемов они достигают только в безветренную погоду. Однако в этот раз превышение зафиксировано по другому параметру – взвешенным веществам. Это пыль и зола. Именно они в начале недели напугали многих горожан. Ну это же все-таки первый режим. Его не надо бояться. У нас, мне кажется, люди начинают уже бояться. Может быть термина «черное небо», которое так популярно журналистам. А это, по сути дела, смог. Видите? Смог. Вот. Но, конечно, ситуация в городе была достаточно неблагополучной, скажем так. Мы тоже ведь живем в этом городе, тоже дышим тем же воздухом. Ничего другого для нас нет. Но работая здесь, мы понимаем, что не взмахнем мы палочкой волшебной, не очистится у нас город. Не придумали у нас еще так. В безветренную погоду единственным спасением для города пока остается введение режима НМУ, который обязывает 30 крупнейших загрязнителей принимать меры по снижению выбросов, вплоть до частичной приостановки деятельности. Все эти предприятия на особом контроле и режим НМУ в целом выполняют. Следят за этим природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и Краевое министерство природных ресурсов и экологии. Как только закончились новогодние каникулы, по совпадению был объявлен режим НМУ второй степени, начались рейды надзорных органов. У них не стоит задачи выяснить, кто именно загрязняет атмосферу. Задача проще – проверить, как выполняются мероприятия по снижению выбросов. Кто-то из предприятий к визиту прокуратуры сделал все безупречно, как, например, алюминиевый завод, который даже остановил две печи. А кто-то был уличен в невыполнении плана мероприятий по снижению. Это, в частности, все красноярские ТЭЦ, которые оказались в патовой ситуации. У каждой станции, они работают в рамках температурного графика. Это документ, согласованный с администрацией города Красноярска, который показывает зависимость температуры атмосферного воздуха и температуры теплоносителя, который выходит от станции. Таким образом, в режим неблагоприятных метеоусловий второй степени опасности у станции два документа, которые противоречат друг другу. С одной стороны, она должна выдерживать температурный график, поддерживать определенную температуру. А с другой стороны, у станции был комплекс мероприятий, в котором было прописано снизить выработку. Но алюминищики и энергетики – это скорее две крайности. Основная масса предприятий, на которых проводили проверку, все-таки стараются снизить выбросы согласно плану мероприятий при режиме НМУ, но при этом имеют мелкие оплошности. Характерен пример цемзавода, где остановили мельницы и печи, снизили объемы выбросов по основному производству на 80%, но не учли, что комиссия обратит внимание на автотранспорт, в том числе на те самые цементовозы, которыми гордится завод. Засыпка цемента происходит максимально герметично, а вот выбросы из обычной выхлопной трубы никто не замеряет. В итоге – предписание. Предприятия уверены, что прокуроры попросту придираются, но прокуратура возражает – эффект от проверок для городской атмосферы все же имеется. Мы поехали во второй режим, так совпало, может быть, это к лучшему, что предприятия в принципе были не готовы к работе в этот режим. То есть они открыли свои мероприятия и выяснилось, что из планов мероприятий есть пункты, которые вообще в принципе не способствуют снижению. То есть сейчас они будут корректировать, может, что вот те планы, пункты, которые в принципе они не работающие, будут оттуда исключены и будут включены те пункты, которые действительно для предприятия, для характера деятельности предприятия будут значимыми, и мы увидим, может, еще большее снижение. Впрочем, наибольший вклад в чистоту красноярской атмосферы, как обычно, внесла сама погода. Уже к концу недели небо над городом прояснилось, ветер выдал все примеси, а вместе с ними и страхи горожан. Вы заметили, что город в городе Красноярске воздух стал хуже? Я нет. Ну вот специалисты говорят, что выбросили. Ну говорят, да. Привыкли уже? Точно привыкла. По вечерам бывает, гарри пахнет, так не замечал. Что лучше стало незаметно, что там меньше газов. То, что вот ветер подул, заметно стало, что солнце видно. То есть всю зиму солнца не было видно. Я живу на правом берегу и живу в районе станции Несея у самой горы. Мне кажется, там чистый воздух. А в городе вот приехали в город? А вот я в город приехала, но ветер не заметила сегодня. Более-менее нормально. Для меня так. Для кого-то, может, не очень. Я сильно перепадов не замечаю. В общем-то, как обычно, наверное. Дымка, туман. Я со дня рождения живу, и так что привык. Уже привыкли? Привыкли. Концерт с ароматным шлейфом. В конце марта в Красноярске пройдет необычное выступление Академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланды «Ароматы весны». Все слушатели получат специально созданный для концерта флакончик духов от французского парфюмера. Аромат эксклюзивный, купить его больше нигде не получится. Сколько стоит создание такого запаха, и почему маэстро решил совместить музыку и парфюм, расскажем в нашем сюжете. Своё мастерство музыканты Красноярского симфонического оркестра оттачивают регулярно. За время существования коллектива были разные концерты. И с хором, и аккомпанировали солистом. Но впервые этой весной пройдет концерт с запахом. В прямом смысле этого слова. Все слушатели получат вместе с программой флакончик духов, разработанных и изготовленных французскими парфюмерами. Специально для Красноярского концерта «Ароматы весны». Зрители со всех сторон будут окружать ноты парфюмерные и музыкальные. Кстати, сами парфюмеры говорят о том, что запахи они слушают, себя называют композиторами. И прежде чем создать запах или аромат для концерта, они изучают не только музыкальное произведение, но и детали из жизни композитора. Так что аромат будет создан для одного единственного музыкального произведения и призван усилить эмоциональное восприятие музыки и приблизить так долгожданную нами весну с ее головокружительными запахами. Специальный аромат будет разработан для сюиты римского Корсакова шахерезада. Возможно, будет и второй флакончик, созданный по мотивам фортепьяного концерта Рахманинова, вариаций на тему погонений. Перед выступлением французский парфюмер расскажет слушателям, как правильно открывать эти маленькие флакончики с духами и даже на каком расстоянии их нужно держать во время концерта. Запах и звук – единственные две субстанции, которые идут в эмоциональные центры мозга, сначала потом фильтруются в церебральные. Соединение двух субстанций, которые атакуют эмоциональные центры мозга, собственно говоря, призвано усилить эффект. Поскольку это парфюм очень высокого качества и класса, только из натуральных ингредиентов, парфюмеры смогли распределить эффект этого запаха по течению музыки. То есть не только это создано к определенному композитору, к определенному произведению, но и к определенной продолжительности, к определенному развитию драматического этого произведения. Этим запахом, конечно, можно будет пользоваться и выйдя из зала, но этот запах в силу своих особенностей будет очень меняться в течение времени. Не кривя душой, этот концерт можно назвать уникальным и точно единственным в своем роде. Ароматы будут созданы из натуральных масел, и, как говорит маэстро, себестоимость одного такого двухмиллиграммового флакончика – около 400 долларов, а по нынешнему курсу это более 30 тысяч рублей – сумма запредельная. Спонсируют проект международные арт-фонды. Подобных мероприятий по миру-то днем с огнем не сыщешь, потому для них это имиджевый проект, поддержать который престижно. Пару лет назад подобный концерт проходил в Санкт-Петербурге. Шлеев, говорит Владимир Ланды, остался до сих пор. Вот флакончик, который у него сохранился. Аромат сразу окутывает и погружает в атмосферу Востока. Но он такой терпкий, восточный. Да, 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 ну потому что Шехерезада – «Тысяча одна ночь». Интересная деталь – ароматические композиции парфюмеры для проекта составляют совершенно бесплатно, несмотря на то, что на это уходит довольно длительное время. Для парфюмера это своеобразное портфолио. Я много слушаю самопроизводение, как музыкант тоже его интерпретирует, разговариваю с дирижером, с музыкантами. То есть мне нужна информация, я спрашиваю анализ партитуры. Сказали, есть тема «Султана» еще перезады. Она идет в Красной Лиге через всю Сумиту. И у «Султана» я выразила спецами кардамон, кориандр, красный перец, там есть нарцисс, смуша Шрезада, цветок апельсина, там есть кубероза, ванимирь, карамельник. В планах Владимира Ланда сделать этот проект ежегодным, чтобы каждую весну слушатели смогли оценить результат творческих исканий музыкантов и французских парфюмеров. Если в этом году запах искали на музыку русских композиторов, то в следующем, скорее всего, это уже будут зарубежные. Запах музыки можно будет почувствовать 25 марта. В этот день пройдет концерт. Уже больше половины билетов продано. Стоимость от 550 до 2300 рублей. На этом все. Мы прощаемся с вами на 7 дней. До встречи в эфире. До свидания. Увидимся. Продолжение следует.